Время новостей на телеканале Север и в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Трагические новости из Ненецкой окружной больницы. В стационаре скончались сразу два пациента. Оба находились на лечении с тяжелыми патологиями по основным заболеваниям. Также у обоих была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. Пострадавшим от подтопления жителям округа выплатят компенсацию. В администрации Заполярного района принято соответствующее положение, в рамках которого предусмотрена материальная помощь в размере от 10 до 50 тысяч. Спасение на Печоре. Капитан судна на воздушной подушке Иван Кононов вытащил из воды утопающего мужчину. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. И в начале выпуска трагические новости из Ненецкой окружной больницы. В четверг, 4 июня в стационаре скончались сразу два пациента. Оба находились на лечении с тяжелыми патологиями по основным заболеваниям. Также у обоих была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. Эта ситуация стала поводом для проведения экстренного совещания у временно исполняющего обязанности главы региона. Ирина Никешина продолжит. По словам главврача Ненецкой окружной больницы Дмитрия Козенкова, оба пациента имели тяжелые хронические патологии. Сопутствующим диагнозом была коронавирусная инфекция. В первом случае у пациента было прогрессирующее заболевание крови. У второго тяжелая сердечная патология. Все пациенты, у которых коронавирусная инфекция выявлена как сопутствующие заболевания, получали и продолжают получать необходимые лекарственные препараты, в том числе и по основному заболеванию. В части лечения коронавирусной инфекцией также весь необходимый арсенал лекарственных препаратов у нас есть. От легких, в средних степени до тяжелых. То есть есть все схемы проведения терапии. Мы параллельно лечим? Да, конечно. И от ковида, и от основного заболевания? Естественно. В первую очередь от основного, но и соответственно от ковида. По словам Дмитрия Козенкова, в настоящее время в реанимации находится один пациент. Состояние тяжелое, но неинвазивное ИВЛ, состояние стабильное. Там основным диагнозом проходит коронавирусная инфекция с тяжелой пневмонией. С тяжелой пневмонией? У нас все тяжелые больные, которые находятся в отделении реанимации, они проходят консультацию в специализированных центрах, которые определены Министерством здравоохранения. В частности, это институт Сеченова. То есть коррекция лечения, тактика ведения пациента согласовывается в том числе с ними. В свою очередь, руководитель окружного профильного департамента отметил, что те пациенты, которые ранее проходили лечение от пневмонии, у которых основным заболеванием был COVID-19, даже находясь в тяжелом состоянии, выздоровели. Из тех пациентов, которые сегодня находятся на лечении, таких опасений по литарному сходу больше нет. В настоящее время в окружной больнице проходит лечение от 19 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Один из них в реанимации. 18 человек находятся в отделении средней степени тяжести. В общей сложности с начала пандемии в Нинецком округе выявлено 75 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 34 человека. На самоизоляции в домашних условиях находится 447 человек. В обсерваторе – 10. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал «Север». И в предложении темы. Временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Бездудный провел совещание по вопросам строительства инфекционного отделения в Нарьинмаре и фельдшерских здравпунктов в сельских поселениях. В обсуждении вопросов, которое прошло в режиме видеоконференц-связи, приняли участие руководители окружных профильных ведомств. В рамках проекта развития первичной медико-санитарной помощи в текущем году планируется приобретение, поставка и монтаж 12 фельдшерских здравпунктов в Хангурее, Анде, Гещелина, Ваучейском, Лабожском, Верхнепёше, Чижи, Амдрме и Бугрино. Проект реализуется на условиях софинансирования. В окружном бюджете на эти цели предусмотрены средства в размере 30 миллионов рублей. По факту два контракта. Первый контракт у нас начально был на 11 в КЗП, из них там 7 – это доставка и изготовление. И по остальным, 4 – это было только изготовление. Вторым контрактом, то есть первым контрактом было заключено доп. соглашение. Мы туда добавили поселок Варнек. В рамках экономии и 10% увеличения контракт был дополнен еще одним ФАПом. И проторговали доставку, получается, уже пяти, не четырех, а пяти этих ФАП. По словам Павла Масюкова, первый ФАП должен быть поставлен и смонтирован в Щелино до середины июня. Задержка идет с учетом высокой воды, то есть там проблема в прохождении контейнера, большая под мостом. Но пока подрядчик не верит в никаких сроках, они утверждают, что под графику поставили 15 в университет. Как отметил Юрий Бездудный, одно из приоритетных направлений развития системы здравоохранения в Неницком округе – строительство инфекционной больницы. В настоящее время проект находится на экспертизе. Добавлю, что параллельно в регионе прорабатывается вопрос о возведении инфекционной больницы из модульных быстровозводимых конструкций. Ирина Никешина, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Переходим к теме паводка. По состоянию на 4 июня на реке Печора на территории Неницкого округа наблюдается спад уровней воды интенсивностью 4-10 сантиметров в сутки. По информации Объединенной гидрометеорологической станции Нарьинмар, переход через неблагоприятную отметку затопления на спаде по Оксино ожидается к 5 июня, в Великовисочном – к 10 июня. По данным гидрологического бюллетеня, на утро 4 июня в Великовисочном вода достигла отметки 860 сантиметров, минус 10 сантиметров за сутки. В Оксино – 6 сантиметров, уровень воды на отметке 749 сантиметров. В Андиге – 534 сантиметра, в Осколково – 541 сантиметр, в районе Нарьинмара – 549 сантиметров, минус 7 сантиметров за сутки. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Неницкому округу, на сегодняшний день на территории Заполярного района в пяти населенных пунктах за сутки от воды освободились 9 придомовых территорий, 15 домов. Остаются подтопленными 314 придомовых территорий, 225 жилых домов, 20 социально значимых объектов, из которых 3 не функционируют. Также в зоне подтопления 5 участков автодорог местного значения. Пострадавшим от подтопления жителям округа выплатят компенсацию. В администрации Заполярного района принято соответствующее положение, в рамках которого предусмотрена материальная помощь в размере от 10 до 50 тысяч рублей. Деньги выплатят тем собственникам жилья, чьи дома из-за стихии оказались испорчены. Наталья Дуркина продолжит. Для того, чтобы получить материальную помощь собственникам жилья, которое было подтоплено, необходимо подать заявление установленной формы с указанием банковских реквизитов собственника. Далее прикрепить к нему документ, подтверждающий право собственности, копию паспорта и акт обследования жилья. Акт обследования составляется должностными лицами администрации поселения в присутствии представителя, собственника. Тогда они все комиссионно осматривают, составляют акт, их фотографируют и отправляют документы нам. У нас в администрации имеется 20 дней для проверки и проведения расчетов с пострадавшими. Поскольку в документах должны быть указаны все реквизиты, куда перечисляются деньги и средства, деньги и средства будут перечислены на счета пострадавших. Если будет какая-то заминка, ну, возможно, либо номер счета будет перепутан, или что-то будет недоуказано, но мы здесь отработаем, будет немножко дополнительное время, но все свою помощь получат. Также важно знать, что материальная помощь не предоставляется в связи с повреждением или утратой жилого помещения, занимаемого по договору социального или имущественного найма. По договору найма специализировано жилого помещения или по договору ссуды. Размер материальной помощи зависит от нанесенного ущерба. Необходимо сказать о трех градациях, которые имеются в документе для выплаты материальной помощи. У нас предусмотрено о том, что 10 тысяч рублей получат те собственники жилья, у которых вода вошла до черного пола, то есть затоплен подвал, цокольный этаж. Если вода остановилась между черным полом и основным полом, то тогда выплачивается 20 тысяч рублей, ну и если сверх основного пола вода поднялась, то тогда 30 тысяч рублей. Понятно, что есть еще условия, когда дом полностью разрушен или фактически к нему проживать невозможно, то тогда это 50 тысяч рублей. По всем вопросам можно обратиться в администрацию поселения, где располагается подтопленное жильем. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Наш следующий материал о героическом поступке Ивана Кононова. Капитан судна на воздушной подушке спас утопающего. Мужчина держался за нос перевернутой лодки. События разворачивались на реке Печори 28 мая. В следующем материале все подробности. В тот день Иван Кононов ввел судно-полярник по маршруту из Великовисочного в Нарьинмар. На участке между Красной Печорой и Каменкой капитан заметил перевернутую лодку. Иван, не раздумывая, прибавил скорости и помчался на помощь утопающему. Из воды виднелся только носовая часть ее. И за нее держался мужчина. Я остановился где-то на расстоянии 10 метров. С борта снял спасательный круг. Кинул ему. Поднял его на борт. Снял сырую одежду, помог ему снять. Человек замерз уже. Напоил его горячим чаем. Ну и проследовал дальше по маршруту. То ли из-за полученного шока, то ли из-за скромности спасенный мужчина сошел с судна во время остановки в поселке Хангурей. И даже не поблагодарил капитана судна на воздушной подушке, который, можно сказать, подарил ему жизнь. Впрочем, сам Иван Кононов героем себя не считает. Говорит, любой другой человек, оказавшись в подобной ситуации, поступил бы так же. Это Печора. Это такая река, которая, ну, уже все давно знают, да, она каждый год уносит ни одну, ни две жизни. Такая суровая речка, что, ну, бросать одного человека, ну, попал человек в такую ситуацию, остаться одному, это, ну, тяжело на самом деле, и выбраться тяжело. Я думаю, что, если бы я не был в ту минуту, в том месте, я думаю, что этого человека бы не спасли. Немного расскажем о герое. Иван Кононов с детства мечтал связать свою жизнь с судоходным делом. Окончил морской профессиональный лицей имени Орешкова. После получил высшее образование по специальности. В Ненецком округе мужчина работает уже два года. За спасение утопающего, руководство Северной транспортной компании намерено ходатайствовать о награждении капитана на районном уровне. Алина Волчейская, Владислав Ткачев, Телеканал Север. С 25 июня по 1 июля граждане России могут проголосовать по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Одна из поправок призвана сохранить российскую культуру и родной язык жителей страны. Изменения в 68-ю статью Конституции акцентируют внимание россиян на то, что культура – это уникальное наследие многонационального народа. И каждый из народов имеет право на сохранение своего языка, создание условий для его изучения и развития. Поправки в Конституцию в области культуры оцениваю с положительной стороны, потому что культура является тем базисом, на котором основаны единство и суверенитет любого государства. И то, что государство закрепляет гарантии по сохранению и поддержке культуры в основном законе, в Конституции, является очень важным. И это дает нам возможность мощного развития всех направлений культуры, включая национальную культуру народов, населяющих нашу страну, что очень важно для нашего региона в частности. Напомню, голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации пройдет с 25 июня по 1 июля. У Ненецкого округа появилась своя кулинарная книга. Ее презентация состоялась в рамках гастрономического фестиваля «Тундра». Напомню, он стартовал 1 июня и завершился сегодня. Некоторые рецепты, вошедшие в книгу, были продемонстрированы участниками онлайн-фестиваля. Это и блюда из оленины, из северных дикоросов, а также из печорской рыбы. Вскоре у книги появится красочная обложка для выхода в тираж. Ну а пока насладиться вкусовыми нотками кухни Крайнего Севера можно, приготовив то или иное блюдо самостоятельно, посмотрев мастер-классы от шеф-поваров ресторанов города. Шеф-повары ресторанов «Регат в Пустозерске» Татьяна Бобрецова готовит фирменное блюдо Нижнепечорские чиниги с брусникой. Это традиционное пустозерское лакомство из творога, которое готовили для детей и подавали на Рождество. Приготовить чиниги, пустозерские калитки или щучьи котлеты любители пустозерской кухни теперь смогут самостоятельно. Организатор гастрономического фестиваля все рецепты собрали в одной книге. Её презентация прошла в рамках гастрофестиваля. С целью развития гастрономии Ненинского автономного округа мы создали вот эту первую нашу гастрономическую книгу. Вообще наша цель была сохранение культурного нашего наследия. Мы хотели подчеркнуть, что у нас есть свой кулинарный почерк. И благодаря, вот, например, пустозерской кухне, благодаря пустозерскому музею, их сохраненным записям, мы смогли восстановить именно пустозерскую кухню. Также в кулинарную книгу Ненинского округа вошли блюда северной и ненинской кухни. В рамках гастрономического фестиваля «Тундра» их приготовили рестабар «Кочевник» и ресторан «Музей Тиман». Как отмечают рестораторы, блюда, выбранные для фестиваля, сможет приготовить каждый. Во-первых, это простота приготовления. То есть люди, будучи дома, находясь на карантине, могут приготовить эти блюда спокойно, без каких-либо дополнительных затрат или затрат усилий. И, конечно же, это аутентика нашего округа, эта история и то, чем питались наши предки. Нотку современности внесло городское кафе «Артишок», которое провело мастер-класс по приготовлению бургеров. В целом, гастрономический фестиваль «Тундра» онлайн собрал более 300 участников в прямых эфирах. Сотни человек посмотрели его в записи. И можно было подключиться в Zoom или в Instagram. Также разыгрывались вкусные призы. То есть много победителей, все довольны. В принципе, такая достаточно позитивная, дружественная атмосфера была на этом мероприятии. Где-то порядка 300 участников просматривали вот эти мастер-классы. Они задавали вопросы как по самому мастер-классу, так и вообще, в принципе, по кухне ресторана. Какие-то спрашивали рецепты там соусов, различных блюд. То есть такой был диалог постоянный. Поэтому все прошло достаточно позитивно. Идея проведения гастрономического фестиваля на территории Нейнского округа родилась в 2018 году. Благодаря тому, что она была поддержана предпринимателями, менее чем за год удалось провести уже два фестиваля. Вообще гастрономия – это один из таких ведущих мировых трендов. Люди готовы ехать даже в самые отдаленные уголки планеты, чтобы попробовать что-то такое аутентичное, локальное. И поэтому, учитывая, что округ наш вообще имеет большой потенциал в этом направлении, то есть это и оленины, и рыба, дикоросы, и северные ягоды, различные грибы. И поэтому был интерес от предпринимателей развивать это направление. И мы его поддержали. По словам организаторов гастрофестиваля «Тундра», его реализует Центр развития бизнеса Нейнского округа в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Предстоящей осенью любители и ценители вкусной еды вновь встретятся в очном формате. А пока рестораторы, например, фрегата в Пустозерске, решили сделать онлайн-мастер-классы регулярными. Продолжение следует...